25 физических и юридических лиц Одинцовского округа, общая задолженность которых перед консолидированным бюджетом Московской области превысила 150 миллионов рублей, были приглашены на заседание профильной межведомственной комиссии. В окружную администрацию явились лишь три ответчика, еще шесть частично или полностью погасили долги. В некоторых случаях перед комиссией отчитывались заместители ответственных лиц. Так, извини, кто представляет? Николай Владимирович? А где начальник ваш? Я поняла, сюда не хочет приезжать. Одна из компаний, занимающаяся общепитом, задолжала в бюджет округа 1 миллион 800 тысяч рублей по НДФЛ за заработную плату работников предприятия. Управляющая организация оправдывает сложившуюся ситуацию падением оборотов из-за экономического кризиса в стране и санкций. Сохраняла численность штатов в полном составе, то есть мы никого не уволили, не сократили. И в результате введенных санкций и нестабильного экономического положения страны, выплата заработной платы имеет социальную значимость в первостепенности этих платежей перед другими. Члены межведомственной комиссии назвали подобную ситуацию недопустимой и установили срок до 8 декабря текущего года, чтобы погасить всю налоговую задолженность. На все свои обороты вы должны кредиты брать и работать с кредитными организациями. А первостепенная задача – это выплачивать зарплату и удерживать и перечислять бюджет налог. Просто все ваши обоснования – это вообще совсем не обоснует то, что вы делаете. Жительница Одинцовского округа Виктория задолжала государству 1 миллион 48 тысяч рублей. Из них порядка 980 тысяч по налогу на доходы физических лиц, 25 по земельному и 36 тысяч по имущественному налогу. Несколько лет назад женщина продала квартиру, доставшуюся ей по наследству, и о начисленных суммах даже не подозревала. Это моя тетя. Я жила в той квартире всю жизнь. Это человек, который меня вырастил после мамы. Мать ушла из жизни, я продала квартиру моей матери. И сделала первый вклад в дом. Я думала, что вот так будет проще, потому что мне не хватало на квартиру для всей семьи в Москве. Виктория призналась, что последние два года после развода с мужем находится в трудном материальном положении, и такую сумму она выплатить не сможет. Члены комиссии вошли в положение женщины и предложили подать заявление на банкротство. Есть ваше право подать на банкротство, если вы не справляетесь с теми долгами, которые у вас есть. Вы подаете в арбитражный суд заявление на банкротство. Председатель окружного совета депутатов Татьяны Одинцова дала поручение руководителям теруправлений отчитаться по должникам, зарегистрированным на обверенных им территориях в срок до 8 декабря. Значит, вы нам контролируете барвиху и докладываете, что сегодня прошел такой-то платеж, завтра такой-то. И до 8-го все разложить по полочкам. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.